В сие время приехали, наконец, послы Ливонские в Москву, брат магистра Фирстенберга Феодор и другие чиновники. Не с Данию, но с молением, чтобы государь уступил ее земле разоренной. Вся страна дербцкая, говорили они боярам, стенает в бедствии и долго не увидит дней счастливых. С кого требовать Дани? Вы уже взяли ее своим оружием, взяли в десять раз более. Впредь можем исправиться, и тогда заплатим по договору. Государь ответствовал через Адашева. После всего, что случилось, могу ли еще слушать вас? Кто верит вероломным? Мне остается только искать управы мечом. Я завоевал Нарву и буду пользоваться своим счастьем. Однако ж, не любя кровопролитие, еще предлагаю средства унять его. Пусть магистр, архиепископ Рижский и епископ Дербский лично ударят мне челом, заплатят дань со всей Ливонии и впредь повинуются мне, как цари Казанские, Астраханские и другие знаменитые владетели, или я силою возьму Ливонию. Послы ужаснулись и, сказав, видим, что нам здесь не будет дела, просили отпуска, который и дали им немедленно. Хотя магистр и епископ Дербский, пораженную судьбой Нарвы, уже готовы были заплатить нам шестьдесят тысяч ефимков, хотя не без усилия собрали и деньги, но время прошло. Государь требовал уже не Дани Юрьевской, а подданства всей земли. Началась иная война, и россияне, снова вступив в Ливонию, не довольствовались ее разорением, они хотели городов и постоянного владычества над нею. 25 мая князь Федор Троекуров и Данила Адашев осадили Нейшлас, а 6 июня взяли на договор. Тамошний фохт вышел из крепости с немногими людьми и с пустыми руками, отдав все оружие в достояние победителям. Жители города и всего уезда в длину на шестьдесят, а в ширину на сорок и пятьдесят верст, латыши и самые немцы, признали себя подданными России, так что берега озера Чудского и река Нарова от ее верховья до моря заключалась в наших владениях. Государь, послав к воеводам золотые медали, велел исправить там укрепление и соорудить церковь во имя святого Илариона, ибо в день его памяти сдался Нейшлас. Жители уезда и городка Адерского добровольно присягнули Иоанну вместе с некоторыми соседственными везенбергскими властями и выдали россиянам все казенное имение, пушки, запасы. Главная сила под начальством многих знатных воевод, князей Петра Шуйского, Василия Серебряного, Андрея Курбского, шла к Дерпту. Прежде надлежала взять Нейгаусс, город весьма крепкий, где не было ни двухсот воинов, но был и витязь орденский Укскель фон Паденорм, который, вооружив и граждан, и земледельцев, около месяца мужественно противился многочисленному войску. Сим героем немцы, по выражению нашего летописца, сидели насмерть, бились отчаянно, неутомимо и заслужили удивление московских полководцев. Сбив стены башни, россияны вошли в город. Укскель отступил в замок с горстью людей и хотел умереть в последней его развалине. Но сподвижники объявили ему, что не имеют более сил, и воеводы из уважения к храбрости дозволили им выйти с честью. Сей пример доказывал, что Ливония, ограждаемая многими крепостями, и богатая снарядом огнестрельным, могла бы весьма затруднить успехи Иоаннова оружия, если бы другие защитники ее, хотя и малочисленные, имели дух Укскелев, а граждане добродетель Тилеву, одного из бургомистров Дербских, который в тогдашнем собрании земских чинов, сильно и трогательно изобразив бедствие Отечества, сказал, «Настало время жертв или погибели. Лишимся всего, да спасем честь и свободу нашу. Принесем в казну свое золото и серебро. Не оставим у себя ничего драгоценного, ни сосуда, ни украшения. Дадим правительству способ нанять войско, купить дружбу и защиту, держав соседственных». Но убеждения и слезы великодушного мужа не произвели никакого действия, его слушали и молчали. Во время осады Нейгауза магистр Фирстенберг, командор и сам епископ Дербский с восьмью тысячами воинов неподвижно стояли в тридцати верстах оттуда, задвиною и вязкими болотами, в месте неприступном, и не сделали ничего для спасения крепости. Узнав же, что она сдалась, зажгли стан свой и городок Киремпе, где находилось множество всяких припасов. Спешили удалиться, бежали день и ночь. Магистр — к валку, а епископ — к дерпту, гонимые нашими воеводами, которые за тридцать верст от дерпта настигли и разбили епископа, взяли его чиновников в плен, весь обоз и снаряды. Магистр, избрав крепкое место близ валка, остановился. Воеводы велели передовой дружине вступить с ним в битву, а сами начали обходить его и принудили бежать далее, к Вендену, так скоро и в такой жар, что люди и лошади издыхали от усталости. Россияне истребили весь задний отряд фирстенбергов, едва не схватив знаменитейшего из командоров — Готгарда Кетлера, под коем всем деле упала лошадь. А босс магистров был нашую добычу, и воеводы, известив государя, что неприятеля уже нет в поле, обратились к дерпту. В сих для ордена ужасных обстоятельствах старец Фирстенберг сложил с себя достоинство магистра, и юный Кетлер, повинуясь чинам, принял его со слезами. Славясь отличным умом и твердостью характера, он вселял надежду в других, но сам имел весьма слабую, и только из великодушия согласился быть последним магистром издыхающего ордена. Чтобы употребить все возможные средства спасения, Кетлер ревностно старался воспламенить хладные сердца, любовью к отечеству, заклинал сановников действовать единодушно, не жалеть ни достояния, ни жизни для блага общего, собирал деньги и людей, требовал защиты от императора, короля датского, шведского, польского, писал и к царю, моля его о мире, но не видал желаемого успеха. Раздор, взаимные подозрения ливонских властителей мешали всем добрым намерениям магистра. Хотели спасения, но без жертв, торжественно доказывая, что богатые люди не обязаны разоряться для Онова, и Кетлер мог единственно займом наполнить пустую казну ордена для необходимых воинских издержек. Помощи внешней не было. Император Карл V, обнимавший взором своим всю Европу, уже оставил тогда короны и престолы, как второй диоклестиан удалился от мира, столь долго волнуемого его властолюбием, и хотел в пустыне удивить людей особенным родом славы, редкой, но не менее суетной, славы казаться выше земного величия. Новый император Фердинанд ссорился с папою, мирил Германию и опасался турков, и только жалел о бедной Ливонии. Другие государи довольствовались обещанием склонить Иоанна к миролюбию, а царь ответствовал Кетлеру, «Жду тебя в Москве, и, смотря по твоему челобитью, изъявлю милость». Сия милость казалась магистру последним из возможных бедствий для державного ливонского рыцарства. Он лучше хотел погибнуть с честью, нежели с унижением бесполезным. Воеводы Иоанновы не теряли времени. Взяв Кирэмпе, Курслав и крепкий замок Вербек на Эмбахе, всеми силами приступили к Дерпту, славному богатством жителей и многими общественными благодетельными заведениями. Кроме вооруженных граждан, готовых стоять за честь и вольность, две тысячи наемных немцев были защитниками сего важного искусно укрепленного места под главным начальством епископа Германа Вейланда, который хвалился более воинскую доблестью, нежели смиренную набошностью христианского пастыря. Шесть дней продолжались битвы жестокие и достойные мужей рыцарских, как пишет воевода Курбский, очевидец и правдивый судья дел ратных. Но превосходная сила одолевала. Вылазки дорого стоили осажденным, и россияне, пользуясь густым туманом, заперли город со всех сторон турами. Вели подкопы, ставили бойницы, разрушали стены пальбою, предлагая жителям самые выгодные условия, если они сдадутся. Епископ не хотел сперва слышать о переговорах. Но магистрат донес ему, что город не в силах обороняться долго, что многие из воинов и граждан пали в вылазках или больны, или от усталости едва действуют оружием, что пушки неприятельские, вредя стенам, бьют людей и в улицах. Послали тайных вестников к магистру. Они возвратились благополучно. Магистр писал, что орден нанимает воинов и молится о спасении Дерпта.